Всем привет! С вами я Валтишевский и сейчас хочу порассуждать на тему iWatch. Ну да, 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 конечно, просто невероятное количество слухов, разговоров, споров и так далее по этой теме уже прошло. Но почему я вспомнил именно сейчас о данной тематике? Потому что что-то моя чуялка мне подсказывает, что в марте 2014 года Apple готовит презентацию. Слушайте, ну вот прямо как-то аж витают в духе эти цифры именно март 2014, презентация и Apple обещали, Тим Кук лично обещал новые продукты в 2014 году. И я хотел бы порассуждать буквально немножечко на тему iWatch. Но на самом деле вообще я думаю, что они покажут несколько продуктов, не только iWatch или вообще что-то подобное того, что люди говорят. Но если говорить на примере данной картинки, которую вы сейчас видите перед собой, это что-то типа браслета с экраном, сенсорным, мультитач, возможностью звонить. Ну короче, вот такая штука, браслет прям, я не знаю, если еще одеть на шею, будет как в каких-то фильмах про, там даже не знаю, ну короче, там дипленики и так далее. В общем-то, кстати, да, тоже может быть что-то подобное на концепцию фильма времени, но только там, конечно, встроенный датчик был там, который прям в руке. Но суть не в этом, все к этому идет. Смотрите, вообще я думаю, что сейчас суть того, что Apple хочет сделать, это влиться в, ну в мое, по крайней мере, представление. И я его частично основываю на слухах и новостях, информациях, рассуждениях, там аналитиков и всех остальных. Вот Apple хочет сделать, ну по крайней мере, такое предположение, продукт, который будет обязательно фитнес-ориентирован, в котором есть такой пунктик, как health, то есть здоровье, на котором все больше и больше начинают люди задумываться. Потому что здоровье это как раз то, что нужно каждому человеку и сейчас, ну люди состоятельные, готовы платить за это денежку. Почему бы им не предложить продукт, который реально будет им помогать. И мы знаем, что вот эти всякие джабоны, Nike, FuelBand и валом-валом-валом сейчас повалило это всей носимой электроники, которая связана со здоровьем. Я думаю, что Apple покажет что-нибудь интересненько в этой сфере, а вашему вниманию вот эти картиночки приблизительно подобного концепта, то есть и Siri голосовой помощник, и тут всякие, сколько прошел, сколько там сжег калории, времени потратил, возможность звонить. Ну, в общем-то, вся эта братья разных интересных вещиц, связанных со здоровьем, возможностью звонить и что еще Apple придумает, никто не знает, потому что умы там есть, фантазеры там тоже есть. Люди, которые придумают что-то интересненькое, действительно там есть. Нам остается только ожидать, что же нам интересного готовы показать Apple. И моя чуйка подсказывает, что это будет именно в марте 2014 года. Ну, возможно, конечно, это будет и апрель-май, но что-то вот прямо вот мне подсказывает, что март это ожидается. Это, помните, первый iPad был, когда там он или начался продаваться, или какой-то из продуктов, именно первая линейка, то есть, ну, как бы запуск новой линейки был именно в марте. Вот что-то мне кажется, что и этот в этом году тоже в марте будет запуск новой линейки. Да, ну, уже повторил я много раз это, к тому, что действительно я именно так и думаю. А вам предлагаю заходить на мой канал, смотреть интересные видео у меня на канале, их у меня уже большое количество. И, пожалуйста, заходите, смотрите, вступайте в сообщество Votish News Tag. И с вами был я, Волтишевский. Всем пока, до новых встреч в новых видео.